Святой 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 Господь Бог Всемогущий Господь Бог Всемогущий Он был Он есть И Он вновь грядет Он был Он есть И Он вновь грядет Святой 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 Господь, Бог всепогущий. Ты, Господь, Бог всепогущий. Ты был, ты есть, и ты вновь глядешь. Ты был, ты есть, и ты вновь глядешь. Ты был, Господь, ты есть в память и веков, и ты вновь глядешь. Мы ожидаем тебя, Иисус, ты есть, и ты вновь глядешь. Аллилуйя, дорогая церковь, нашему Богу большая слава. Он был, он есть и глядет. Слава ему, слава ему. Я очень рад приветствовать на этом месте всех вас. И давайте мы повернемся друг к другу, поприветствуем друг друга. Также, возможно, среди нас есть люди, которые пришли в первый раз, или вы гости из других церквей. Поднимите, пожалуйста, свою руку, а мы хотели бы порадоваться за вас. Слава Богу! Мы очень рады вас приветствовать. Мы видим вас. Слава Богу за вас. Слава Богу! Также, дорогая церковь, перед началом нашего служения, давайте мы выключим наши мобильные телефоны, чтобы на протяжении всего служения они не мешали нам, не звонили, не отвлекали нас. И сегодня прекрасный день. Сегодня день хвалы нашему Богу. Я хотел бы прочитать Псалом 19. Псалом 19, 7 по 9 стих. Здесь Давид пишет. «Ныне познал я, что Господь спасает помазанника Своего, отвечает Ему со святых небес Своих могуществом, спасающей десницы Своей. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо». И, дорогая церковь, я хочу сказать, что Бог, Он сегодня будет на этом месте, Он будет спасать сегодня, Он будет отвечать праведнику. Он хочет сегодня говорить с нами. Но, знаете, мир, Он умеет хвалить вещи низменные, ценности какие-то, деньги, силы, красоту какую-то. Но сегодня в этом зале стоит народ Божий. Мы стоим, мы не поколебались. И мы будем хвалить нашего Господа. Бог будет отвечать нам, Он будет сегодня со Своим народом. Я пришел с этой радостной вестью. И хочу призвать всех нас к молитве, чтобы мы помолились, призвали нашего Господа, чтобы Он был сегодня среди нас. Дорогой Господь, мы очень рады тому, что мы пришли на это место. Спасибо Тебе за то, что Ты есть у нас. Мы просим Тебя, приди сегодня на это место. Благослови нас своим присутствием, Господь. Отвечай нам, Господь, с небес Своих. Мы хотим сегодня стоять прямо. И мы знаем, если мы будем хвалить Тебя, наши ноги не поколеблятся, Господь. Мы будем стоять и хвалить Тебя. Мы благодарны Тебе. Благослови это служение. Будь здесь, всех людей, Господь. Сияй сегодня на этом месте. Мы превозносим и славим только одного. Это Тебя, Господа нашего. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь. И давайте мы прославим нашего Господа. Народ Божий, важна ли хвала сегодня? Мы не знаем, почему это важно, но наша хвала, она пробуждает небеса. Наша хвала, она открывает темницы, открывает Божьи ворота. И окна небесные распахиваются, когда народ Божий славит Господа своего. И мы на этом месте, чтобы восстать хвалу великому имени Иисуса Христа. Каждый день на устах Моих Это сладкое имя Иисус Я не знаю имен других Лишь Его я превосношу И мое сердце поет о нем Мое сердце поет о нем О Спасителе Дима моем Только Он мне дает покой Его имя всегда со мной Аллилуйя! Я буду славить Господа Христа Я буду помнить все Его дела Я буду петь Ему, Аллилуйя! Аллилуйя! Я буду славить Господа Христа Я буду помнить все Его дела Я буду петь Ему, Аллилуйя! Аллилуйя! Спасибо тебе, Иисус! О, мы прославляем Тебя! И когда солнце свет горит Согревая всю землю тепло О, Иисус! О, Иисус! В моем сердце опять звучит И Иисусу Царю Псалом А почему звучит клава? Потому что в моем сердце поет Мое сердце поет о нем О Спасителе Дима моем О, Иисус! Только Он мне дает покой Его имя всегда со мной Всегда со мной Я буду славить Господа Христа Я буду помнить все Его дела Я буду петь Ему, Аллилуйя! Аллилуйя! Я буду славить Господа Христа Я буду помнить все Его дела Я буду петь Ему, Аллилуйя! Аллилуйя! Я буду петь Ему в полу, я буду величать Его, всем сердцем своим, всей душою своею, мы хвалим Господа, и мы хвалимся Господом, потому что вся наша жизнь, она зависит от Него. Аллилуйя, мы славим Тебя, мы славим царя всех царей и Господа нашего, Иисуса Христа, Аллилуйя. Я буду славить Господа Христа, я буду помнить все Его дела, я буду петь Ему Аллилуйя. Я буду славить Господа Христа, я буду помнить все Его дела, я буду петь Ему Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Тебе, Иисус, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. О, славу Богу воздаем, славу Богу воздаем, он достоин, аллилуйя О, Господь, мы благословляем Твое имя сегодня, Ты достоин Но мы не живем сегодня ради благословения Мы сегодня, Бог может дать нам все, что мы хотим А может не дать ничего, все, о чем мы просим Но имя Господне, оно благословено отныне и вовек И сегодня этот день, для того, чтобы подстать Ему славу И благословить имя Господа, аллилуйя О, Иисус, пусть наши сердца, они горят для Тебя Благословлю Тебя на земле, что богато всем, где течет молоко и мед Благословлю Тебя, благословлю Твои имя Благословлю Тебя, и пусть в сыне, в которой я Проходя и долиной зла, благословлю Тебя Благословенья изливаешь, чтоб славить мне Где бы ни был, чтоб ни делал, я пою Тебе Благословлю Тебя, мой Господь, благословлю Тебя, Иисус Благословлю Тебя, мой Господь, воспою благое имя Твое Благословлю Тебя, на земле, что богато всем, где течет молоко и мед Благословлю Тебя, благословляю Твое имя Иисус Благословлю Тебя, и в пустыне, в которой я Проходя и долиной зла, благословлю Тебя Благословенья изливаешь, чтобы славить мне Где бы ни был, чтоб ни делал, я пою Тебе Благословлю Тебя, мой Господь, благословлю Тебя Благословлю Тебя, мой Господь, во свое благое имя Твое Благословлю Тебя, мой Господь, Благословлю Тебя, Благословлю Тебя, мой Господь, Во Своё благое имя Твоё. Ты можешь всё мне дать, Ты можешь всё отнять, Но я хочу за всё Тебя благословлять. Ты можешь всё мне дать, Ты можешь всё отнять, Господь, Но я хочу за всё Тебя благословлять. Ты можешь всё мне дать, Ты можешь всё отнять, Но я хочу за всё Тебя благословлять. Благословлю Тебя, мой Господь, Благословлю Тебя, о Иисус, Благословлю Тебя, мой Господь, Во Своё благое имя Твоё. Благословлю Тебя, мой Господь, Благословлю Тебя, Благословлю Тебя, Благословлю Тебя, мой Господь, Во Своё благое имя Твоё. О, Твоё благое имя, Которое превыше всякого имени, Да будет благословенно во веки веков. Аллилуйя! И Бог сегодня благословит каждого, Кто славит Его имя, Кто превосносит Его, Потому что Бог больше и выше Твоих проблем, Больше и выше всех обстоятельств. И мы сейчас будем петь этот жизнеутверждающий псалом, Который каждый верующий христианин знает наизусть. Псалом, в котором нет ни тени, Нет намёка на депрессию. Псалом, в котором нет намёка на нищету, На поражение. Псалом, в котором Божья забота, Она настолько велика, Что в одном первом стихе Подзаложены все обетования Божьи для нас. Этот псалом какой? Господь и пастырь мой! Аллилуйя! Я ни в чём не буду нуждаться, Ты покоишь меня на злачных пожитях, К водам тихим водишь меня. Господь, Господь, скажи в твою жизнь, Ты пастырь мой, Пророчествуй на свою жизнь, Не буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных пожитях, К водам тихим водишь меня. И просмотрим его. Аллилуйя! Вся слава тебе! Аллилуйя! Вся слава тебе! Аллилуйя! Вся слава тебе! Господь, лишь тебе! Иисус, Аллилуйя! Вся слава тебе! Аллилуйя! Вся слава тебе! Аллилуйя! Вся слава тебе! Господь, ты пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на твачных пожитях, К водам тихим водишь меня. Расславим Него, Аллилуйя, Вся слава Тебе, Аллилуйя, Вся слава Тебе, Аллилуйя, Вся слава Тебе, Господь, Мой Господь, Аллилуйя, Вся слава Тебе, Аллилуйя, Аллилуйя, вся слава Тебе, Аллилуйя, вся слава Тебе, Господь, мы славим Тебя, Иисус. Спасибо Тебе, что Ты положил всех врагов в подножие ног моих и умастил елеем в голову мою, Иисус. Твоя благость, твоя милость идут вслед за мной, и я буду в доме твоем многие-многие дни, о, где бы я ни шел, где бы я ни шел, не упоюсь я зла, где бы я ни шел, ты всегда со мной. Где бы я ни шел, не упоюсь я зла, твой жест и твой позор успокоят меня. Подними твои руки и скажи твою жизнь, и провозглашай истину Божью в твою жизнь, где бы я ни шел, ты всегда со мной. Где бы я ни шел, не упоюсь я зла, не смотри на то, что видят в твои глаза, не смотри на то, что ты чувствуешь, не смотри на Господа. Аллилуйя! 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 Вся слава тебе, Аллилуйя! Вся слава тебе, Господь! Аллилуйя! Вся слава тебе, Аллилуйя! Вся слава тебе, Аллилуйя! Вся слава тебе, Господь! Аллилуйя! Вся слава тебе, Аллилуйя! Аллилуйя, вся слава Тебе, Аллилуйя, вся слава Тебе, Господь. И давайте прославим нашего Господа Иисуса Христа, как Он того достоин, еще большую, большую, большую славу нашему Иисусу Христу, Спасителю душ наших. Слава Богу, дорогая церковь. И давайте мы с вами присядем и выслушаем объявление. Месяц октябрь в Церкви Спасения назван Месяц Благословения. И мы молимся и постимся за такие нужды. Благословение епископа Пилипа Савочки, Божий захист, здоровье, семьи и служения. Благословение пастыря моей поместной церкви за материальные благословения, Звольнение от всех боргов, за благословение работы, бизнесу, открытие своей справи, За решение материальных потреб, житло, ремонт, автомобиль и другие. За закинчение войны, очищение от коррупции, популяризма и экономический рост в Украине. Потребы центральной церкви за придбание земли под строительство великой зали для центральной церкви. Потребы поместной церкви и особистые потребы. И слово, на котором мы стоим, первая параллель Паминон, 17 глава, 27 стих. Начни же благословлять дом раба твоего, чтобы он был вечно перед лицом твоим. Ибо если ты, Господи, благословишь, то будет он благословен вовек. И молитвенные листики мы можем взять в фойе на столике. Братья и сестры, следующее воскресное служение будет необычным. В нашей церкви будет день благодарения. Мы будем благодарить Господа за все материальные и духовные благословения 2017 года. А также за урожай 2017 года. И будет свершаться жертва благодарения. Это будет финансовая жертва благодарения. Если кто-то приобрел квартиру, или у кого-то родился ребенок, может кто-то купил машину, или сделал ремонт за хорошую работу, или какие-то особые приобретения в 2017 году, и вы хотите от всего сердца поблагодарить Богу, то свою финансовую жертву благословения мы все вместе с радостью и благодарением принесем сюда перед лицо Божье. И будет свершаться специальная молитва, чтобы Бог принял от нас эти пожертвования, и чтобы мы вовек были благословены. Аминь, братья и сестры. И для следующего объявления я хочу пригласить сестер Нину Кармен и Светлану Шимко. Я вас приветствую, дорогая церковь. Очень рада всех видеть. И хочу напомнить, что в нашей церкви есть хоровод на служение Мариам. И я сейчас свое объявление делаю для родителей, у кого детки от 4 лет, 4-6 годиков. У нас есть группы, хореографические группы, которые принимают всех желающих. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок учился служить, учился дружить, развивался, мы вас ждем в наших группах. Еще одно объявление для старших, для молодежи, для девушек примерно от 16 лет. Тоже у нас есть группа хореографическая, хороводного служения. И всех желающих, всех, кто... Вот когда идет прославление, вы не можете удержаться. Вам так хочется активно прославить Господа. Мы всех ждем. И совершенно не важно, есть у вас опыт, нет у вас опыта. Мы всех научим и будем вместе прославлять Бога. Всех, кого заинтересовало это объявление, я буду ждать после служения вот с этой стороны возле сцены. Спасибо большое. Приветствую вас еще раз, дорогие. Я тоже хочу сделать объявление, что нашу группу нужны музыканты. У нас молодая команда, самая молодая в церкви. Вот, сегодня мы пели, можете воздать славу Богу за них. Аллилуйя. И я хочу задать вопрос, хочет ли кто-нибудь быть здесь благословенным Господом? Наверное, все. И поэтому я хочу просто вам сказать, что Бог благословляет в центре нашего призвания, в центре нашего служения. Когда мы служим Господу, наше благословение, оно может прийти в полноте. Поэтому я призываю всех, у кого есть музыкантов, у кого есть желание в сердце, именно в сердце, не в разуме. Почему я это говорю? Потому что хотелось бы, чтобы пришли люди, которые готовы служить, которые готовы тратить на это время, имя силы и приносить эту жертву хвалы, не просто люди, которые хотят прийти и попробовать. Поэтому, если это есть в твоем сердце, если ты чувствуешь это призвание в своем сердце, служить Богу в прославлении, я тебя тоже буду вместе с Ниной Карман ждать после служения здесь. Благословения вам. И еще одно радостное объявление. Вчера в Церкви Спасения состоялось святое водное крещение. И к нашей Церкви на первом, втором и третьем потоке присоединилось 18 человек. И под наши аплодисменты, братьев и сестер, которые заключили завет с Господом, я прошу, выходите, пожалуйста, на сцену. А также для восстановления Митюра Галина, Зверева Юля и Греченовский Тихон. Прошу вас, дорогие, проходите на сцену смело. Спасибо за силу, за крепость, за мудрость твою, за сильную жажду и крепкую веру, за нашу большую родную семью. Спасибо за каждый на год и мгновение, за то, что ты нас созидал и хранил, за радость твоим называться спасением, за то, что ты нас для себя осветил. Дорогие, мы вас поздравляем. И первыми вас хотят поздравить это ваши пастыря церквей и пастыря районов. Они вам подарят Библию, цветы и свидетельства о водном крещении церкви. А мы не устаем аплодировать. Спасибо за слово, что ты посылал нам, за все, что открыл ты на нашем пути, за то, что не раз ты с колен поднимал нас, за силу твоей безграничной любви. Спасибо за каждого, кто с нами рядом, за то, что друг другу мы можем служить. Спасибо за то, что ты дал нам награду спасением стать и для мира светить. Мы церковь твоя, мы невеста Христова, мы дети твои, мы наследие твое. Ты нас ожидаешь, призванка с постелью, мы славим тебя, поспаляя за все. Мы церковь твоя, мы невеста Христова, мы дети твои, мы наследие твое. Слава Богу за вас! Но еще вы строились ваши друзья, ваши домашние группы, люди, которые за вас молились, все, кто вас любит, и они так же хотят присоединиться к поздравлениям. Проходите, дорогие! А мы аплодируем церковь, это наш праздник! Спасибо за наш Бог, за все, что ты сделала, за силу, за крепость, за мудрость твою, за сильную жажду и крепкую веру, за нашу большую родную семью. Спасибо за каждый након и мгновение, за то, что ты нас созидал и хранил. За радость твоим называться спасеньем, за то, что ты нас для себя осветил. Мы церковь твоя, мы невеста Христова, мы дети твои, мы наследие твое. Ты нас ожидаешь, призвал к спасению, мы славим тебя, поспаляя за все. Мы церковь твоя, мы невеста Христова, мы дети твои, мы наследие твое. Ты нас ожидаешь, призвал к спасению, мы славим тебя, поспаляя за все. Спасибо за слово, что ты посылал нам, за все, что открыл ты на нашем пути, за то, что не раз ты с колен поднимал нас, за силу твоей безграничной любви. Спасибо за каждого, кто с нами рядом, за то, что друг другу мы можем служить. Спасибо за то, что ты дал нам награду, спасением стать и для мира святить. Мы церковь твоя, мы невеста Христова, мы дети твои, мы наследие твое. Ты нас ожидаешь, призвал к спасению, вся церковь присоединяется к поздравлениям. Церковь, давайте еще больше прославим Бога за то, что Он спасает своих детей. И мы все присоединяемся к поздравлениям. И также хотим вам подарить Слово Божье из книги Ефесянам, 2 глава, 19 стих. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. До вчерашнего дня вы могли задавать себе вопрос, кто я на земле, зачем я живу, где преклонить мою душу, кто мне даст ответ, где справедливость, где правда. И со вчерашнего дня вы узнали большую правду. Первое. Вы дети Божьи. Вам не надо в вашей душе уже скитаться, не надо вам уже где-то прятаться. У вас есть Отец. И второе, что вы узнали, у вас есть множество братьев и сестер. Это ваша семья. Вы уже сограждане святым. Что делать вам? Будьте благодарными детьми Божьими. Служите в том призвании, которое вы приняли в свое решение. И пусть ваша благодарность выливается в делах и прославляется имя Иисуса Христа в вашей жизни. И мы за вас помолимся. И после этой молитвы вы станете членами церкви спасения. Церковь, давайте поднимемся, прострем руки на них. Дорогой Господь, мы благодарим тебя за каждого брата и за каждую сестру. Благодарим тебя за твою прекрасную любовь, что они уже не чужие, что им уже не нужно страдать, что ты, Господь, привел их в тихую гавань, в свою семью и назвался их отцом. То мы просим тебя, укрепи их в вере. Пусть каждый шаг их будет по твоим руководствам. Ответь на их нужды. Благослови их во всем, чтобы они были тверды и мужественны в своем решении. Сохрани их на всех путях своих до твоего пришествия. Боже, благословляем мы их, как церковь, и этой молитвой. Мы провозглашаем, что они есть наши братья и сестры и члены церкви спасения. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И вы можете проходить на свои места. Слава Иисусу Христу! Слава Господу! Сидайте, будь ласка! Братья и сестры, хотел бы начать с приятных новостей, причем новостей в полном смысле этого слова. После нашей годовщины рассказов про служение, исцеление, освобождение, про День спасения, вышло в программе новостей на четырех каналах. Причем сюжеты были очень светлыми, позитивными. Брали интервью не только у организаторов, но также у членов церкви, которые пережили Божьи чудеса и праздновали. Поэтому фактически это вышла прямая проповедь Евангелия на телеканалах. Можно воздать славу Господу за это, славу Иисусу! В частности, от нас отозвался пятый канал, канал Киев, Ньюс Ван и 24-й. Ссылка на видео, которые выходили на телеканал, есть на нашем сайте. И также мы загрузили это видео на YouTube-канал Церкви Спасения. Вы можете найти их на YouTube-канале нашей Церкви. Я хотел бы попросить, покажите их тем людям, которые еще не видели. Что, может быть, вы еще не видели, посмотрите сами обязательно. Покажите вашим соседям, покажите вашим родным, близким. Ну, давайте скажем, не так часто про Церковь показывают сюжеты на телеканалах, причем такие хорошие сюжеты. Поделитесь этими ссылками в социальных сетях. Давайте распространим эту информацию максимально, чтобы те, кто еще не видели, могли сориентироваться, про что эти выпуски. Один из сюжетов буквально на полторы минуты мы приготовили сегодня. Если можно, пожалуйста, внимание на экран. Более пяти тысяч украинцев взяли участь в христианском мероприятии «День спасения». Его организовала Церковь спасения с помощью международного ангелиста и проповедника Дэвида Хасавея. Напомню, Дэвид Хасавей уже два года подряд проводит в Киеве национальный день молитвы за Украину. Мероприятия, которые объединяют общие молитвы, все конфессии нашего государства. Украина – это настоящее чудо в Европе. Я хочу, чтобы ваша страна стала примером для Европы, которая отдалилась от Бога. А вы после многих лет навязанного атеизма возродили вашу веру. Сегодня мы проводим День спасения с шаг на встречу к Богу, к новой жизни, наполненной верой и лучшего будущего для Украины. День спасения проводят ежегодно. Такое мероприятие ставит своей целью приобщить общество к христианским ценностям. И наибольшим достижением этого стало, что сегодня более 500 людей благодаря молитве обратилось к веру в Бога. В этот день мы хотим проповедовать Евангелие для людей, чтобы они просто познакомились и примирились с Богом. Поэтому называется День спасения. Спасение для души. И каждый автобус, который сегодня приезжает, там находятся неверующие люди, которые попадут на это мероприятие впервые. Молитва и живое общение – это то, что может помочь человеку осягнуть силу веры, говорят организаторы этого мероприятия. Значит, выбрать для себя лучшую жизнь. Слава Господу! Я думаю, что некоторые из вас узнали в этом сюжете. Вы так присматриваясь, толпу искали. Братья и сестры, а если вы случайно не нашли, то еще есть три сюжета, которые, возможно, вы не видели. Посмотрите себя там и покажите, пожалуйста, другим. Также, пользуясь случаем, хочу попросить всех нас, возможно, друзей нашей же церкви, которые смотрят нас онлайн, чтобы мы могли сделать несколько простых вещей. Сразу хочу сказать, что то, что я вам сейчас буду объяснять, вам непонятно, ничего страшного, Бог вас любит, все хорошо. Но если вдруг вы можете это сделать, помочь нам, сделайте, пожалуйста. Прежде всего, если вы посещаете сайт YouTube, могли бы вы подписаться на канал нашей церкви? Если возможно, покажите скриншот. Вот канал нашей церкви, Церковь Спасения. На данном этапе у нас 4554 подписчика. Скажу вам, это немного. Если вы посещаете интернет, вы можете подписаться, и сразу будете получать сообщение, что появилась новая информация, обновление, появилось новое служение. Я думаю, что тогда эта цифра будет намного-намного больше, и тогда повысится рейтинг нашего канала на YouTube. Также, если вы зарегистрированы в Facebook или Instagram, если возможно, покажите, пожалуйста, скриншот. Вот наша страница в Facebook. Если вы можете подписаться, подпишитесь, что если вы есть в Instagram, подпишитесь, пожалуйста, на Instagram нашей церкви. Также покажите скриншот. Instagram – это там, где фотографии выставляются. Поставьте свой подпись, также тут. И таким образом мы сможем сделать в хорошем смысле слова рекламу нашей церкви. И также есть такая функция в поисковой системе Google. Я думаю, что вы знаете, что сегодня, если что-то нужно найти, молодое поколение, все спрашивают у Google. Если нужно что-то спросить, Google спрашивает про все, что нужно и не нужно. Так вот, в Google, в поисковой системе Google, есть такая функция, как оценка места, где вы побывали. Если вы на сайте Google запустите «Церковь спасения», написано «Церковь спасения», то справа там появятся все отзывы, обозначения, если кто-то зашел в нашу церковь, зашел в интернет и зачекинился, то есть обозначил, что он был здесь. Я хочу также попросить вас, для того, чтобы поднять рейтинг «Таши церкви», в интернет-сети, могли бы вы ставить свой отзыв, вот у нас на первом потоке было 40 отзывов, сейчас уже больше я вижу, и оценить там, где звездочки стоят, поставить максимальное количество звездочек, братья и сестры. Максимально это пять. Потому что если мало отзывов, и кто-то сюда сойдет и напишет «это сектанты», вы понимаете, то у нас сразу рейтинг понизится, его голос будет много значений. А если минимум мы все зайдем в ту пользу с интернетом и оставим много отзывов, это добавит возможность поиска нашей церкви, и человек, ищет церковь в интернете, он может увидеть нас в первых рядах. Спасибо вам за понимание, да благословит вас Господь. И снова так, если вы не в курсе то, что я сейчас говорил, Бог вас любит, все нормально, вы ничего не пропустили. Перед нами Слово Божие, давайте мы встанем и помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Твою милость, за Твою благодать. Мы просим, благослови проповедь, которая перед нами, и пусть она коснется нашего разума, наших эмоций, нашей воли, но самое главное, нашего Духа. Пусть Дух Святой прикоснется самого естества, нашего существа, нашего сердца и благословит нас. Мы доверяем в руки Твои это время. Во имя Иисуса. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Еще раз хочу поприветствовать всех, кто на нашем богослужении, кто пришел к нам впервые. Возможно, кто-то смотрит нас онлайн или будет смотреть служение в записи, мы вас приветствуем. И хочу сказать, что сегодня я буду проповедовать одну из наиболее нестандартных превокационных проповедей, которые я когда-либо говорил. Поэтому название проповеди, соответственно, я назвал эту проповедь так. Проповедь наоборот. Проповедь наоборот. И мы прочитаем книгу Экклесиаста, 11 глава, 9 стиха. Откройте, пожалуйста, ваши Библии, книги Экклесиаста, 11 глава, 9 стих. Там сказаны такие слова. Веселись, юноша, в юности Твоей, и вкушай сердце радости в юности Твоей. И ходи по путям сердца Твоего и поведению очей Твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Когда-то мне попалась на глаза такая небольшая книжка со стихами писателя Григория Остера. Назвалась книжка «Вредные советы». И в этой книжке в шутливой форме он рассказывал детям. Если ты будешь делать вот так, вот так и вот так, он советовал разные плохие вещи, то в конце концов получишь вот это. Знаете, это очень похоже про то, что сегодня я хочу говорить. Буквально несколько вредных советов Григория Остера. После разрядки. Вот он деткам пишет. Кто не прыгал из окошка вместе с маминым зонтом, тот лихим парашютистом не считается пока. Не лететь ему, как птицы, над взволнованной толпой. Не лежать ему в больнице с забинтованной ногой. Никогда не разрешайте ставить градусник себе. И таблеток не глотайте. И не ешьте порошков. Пусть болят живот и зубы, горло, уши, голова. Все равно лекарств не пейте. И не слушайте врача. Перестанет биться сердце. Но зато наверняка не прилепит вам горчичник и не сделает укол. Ну и последнее, мое любимое. Это просто утешение моего сердца. Если вы по коридору мчитесь на велосипеде, а навстречу вам из ванной вышел папа погулять, не сворачивайте в кухню. В кухне твердый холодильник. Тормозите лучше в папу. Папа мягкий. Он простит. И вы уже можете себе нарисовать эту картину прощения. Вредные советы. Когда об этом пишет Григорий Остров, конечно, в шутливой форме рассказывая, что если будет делать так и так, но в конце концов получишь результат. Понятно, это шутка. Но когда Библия говорит, юноша, ходи по путям сердца твоего. Делай то, что делают глаза твои. Буквально делай все, что хочешь. Господи, Господи, подожди, подожди, это уже не вредный совет, это уже святая книга Библии. Однако Бог сказал, что делай все, что хочешь. А дальше делает паузу и подчеркивает. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Еще в Атемском саду Бог дал человеку право выбора. И, к сожалению, люди воспользовались этим правом неверно. Бог дает право выбирать, как тебе жить. Он не сделал нас роботами, Он не запрограммировал нас. Он дал нам возможность делать собственные решения. Адам и Ева воспользовались этим правом неверно. И сегодня я хотел бы, чтобы мы могли посмотреть на основании Божьего Слова, что Бог действительно и до сегодняшнего дня, оставляя за нами право выбора, не ограничивая нас, а только предупреждая, если ты будешь так поступать. Адам, если ты будешь так поступать, то смертью умрешь. Дорогой брат, дорогая сестра, если ты будешь делать эти решения, эти вещи, эти шаги, то закончатся так. Бог предупреждает нас про последствия. Мы много проповедуем с позиции «не делай, не делай, не делай». Но мне сегодня хотелось бы сказать нестандартное. Проповедь наоборот. Знаете, что я хочу сказать, братья и сестры? Делайте, на здоровье. Только знайте, чем это закончится. Хотите так жить? Пожалуйста. До самой крайности доведите себя, то, что мы будем говорить. Но я честно должен вас предупредить, только знай, знай, чем все это закончится. Потому что, к сожалению, много людей так живут, как я сейчас говорю, они так делают, они надеются в конце получить совсем другой результат. И потом, когда они приходят в финал, они смотрят и говорят, а почему так случилось? А почему это в моей жизни? Отчего моя семья развалилась? А почему есть финансовые проблемы в моей жизни? А почему я очутился с того в мире, в грехах и беззакониях? Как я здесь очутился? Знаете, как детки сидят, мы бросали в костер, ничто не предвещало беды. Мы сидели у костра и бросали зажигалки в огонь. А потом вдруг ни с того, ни с сего, все вдруг взорвалось. Примерно так поступаем мы. Давайте трезво и честно посмотрим на эти вещи. Итак, несколько провокационных вопросов в несколько пунктов нашей проповеди. Первый провокационный вопрос. Как развалить свою семью? Вот как развалить свою семью? Не знаете, давайте я вам расскажу. Итак, давайте для начала выясним, кто в зале есть женат, а кто холостяк. Я хочу, чтобы все женаты, замужем, которые подняли руки. Вау! Холостяки, а можно ваши руки увидеть? Кстати, можно посмотреть по сторонам, так ненавязчиво. И как всегда, приблизительно 20% в зале так и не поняли, кто они. Женаты или холостяки, или женаты, замужем. Это в каждом случае бывает, когда задаешь этот вопрос. Есть часть людей, которые так и не определились. У меня есть вопрос ко всем. Для всех женатых, замужних, также и к холостякам, те, кто не имеет семьи, но имеют планы ее пожениться. Скажите, дорогие мои, а кто после женихбы собирается разрушить вашу семью? Возможно ли, когда мы венчаемся, ставим подпись в ЗАГСе, мы думаем, да, поживу с ним много, а потом пусть гуляет в лесу. Выйду за него замуж, а потом выгоню его из дома. Побуду немножко. Мы так думаем или нет? Нет, нет, тогда романтика. Тогда у нас в голове совершенно другие представления. Мы будем любить друг друга до смерти, а потом мы умрем в один день, обязательно в один день, и наши могилки будут рядом. И на каждой из них вырастет по дереву, и ветки этих деревьев переплетутся. А потом будут там прилетать два голубочка, сидеть на ветках и ворковать над нами, а люди будут проходить мимо и говорить, какая была любовь. Вот приблизительно так. Мы представляем, какая будет наша семейная жизнь. Вопрос, а откуда берутся проблемы? Давайте я вам расскажу, что нужно сделать, чтобы развалить свой брак, развалить свою семью. Покажите, пожалуйста, три совета на экране. Понятно, что это вредные советы. Понятно, что если разрезать мои проповедь по кусочкам, то я стану героем Ютуба. Ну, давайте посмотрим на все вместе. Как разрушить свою семью? Первое. Перестаньте вкладывать в свой брак. Второе. Выставляйте претензии. И третье. Накапливайте обиды. Перестаньте вкладывать в свой брак. Никуда он не денется, дорогие. Никуда он не денется. Никуда она не пропадет. Все, вышла за тебя замуж, теперь прописана за тобой, как земля за колхозом. Перестань вкладывать в свой брак. Зачем эти старания? Для чего комплименты? Для чего желание сделать одному другому приятное? Зачем? Будьте эгоистом. Принимайте все как для себя. Принимайте брак как должное. Нечего туда вкладывать. Все, проехали. До свадьбы вкладывали. Теперь все, все уже. Совершенный факт. И вы знаете, видите, каким мы стоим. Становимся. Выставляйте второе. Выставляйте претензии. Цепляйтесь друг к другу. Критикуйте друг друга. Никогда не молчи. Если нельзя смолчать, обязательно скажи. Ставь свои пять копеек. Без тебя же не обойдется. Если очень хочется говорить, говорите это. Мало того, говори громко, чтобы дошло. Не знаю, слышит или не слышит, но пусть услышит. Не надо сдерживать себя. Говорите, говорите. Еще раз говорите. И накапливайте обиды. Вас обидели. Носите обиду в своем сердце. Лелеете. Заботьтесь о своей обиде. Ни в коем случае не забудьте уйти из вашей памяти. Не позвольте уйти из вашей памяти. Вспоминайте ее. Поднимайте ее на поверхность вашей памяти. Нельзя забыть ей или ему, что он сказал или сделал. Лелеете вашу обиду. А потом, когда вы обижаетесь, начинайте вспоминать, как вам было хорошо, пока вы не вышли за него замуж. Какой же ты был счастливый, пока ты на ней не женился. Начни вспоминать кандидатов или кандидатах, которые были на горизонте. Вот вышла бы ты замуж не за него, а за другого. Женился бы ты не на ней. А потом посмотрите вокруг себя и находясь в таком обиженном состоянии. Ну, так и сейчас много хороших мужчин и женщин рядом. А чего я считывался в такой ситуации? А потом начните думать про развод. А потом начните говорить про развод. И по статистике, 100% пар, которые развелись, про это говорили один другому. В худшем случае кричали. И знаете, чем закончится? Мы сидели у костра и бросали зажигалки в огонь. Ничто не предвещало беды. Ваша семья разлетится. Результат гарантированный. Пастор, чему ты учишь? Я учу тому, чему многие из нас живут. Понимаете? Потому что... Причем мы так не учим за кафедрой, как я сейчас сказал. Но вопрос, люди, а чего мы так живем, если мы все хотим иметь счастливую семью? Чему же мы стоим на эту кривую дорогу? У меня тогда есть обратный вопрос. А если мы не хотим, то давайте посмотрим на другой слайд. А как же сделать так, чтобы не допустить развала семьи? Первое. Не переставайте вкладывать в свою семью. Не позвольте себе успокоиться. Не переставайте вкладывать в семью. Делайте то, что вы делали до свадьбы. Говорите то, что вы говорили до свадьбы. Заботьтесь, как вы заботились до свадьбы. Тогда же тяжело это было частями по телефону говорить, комплименты говорить. Тогда же хотелось за руку взять, за руку держать. Умните вашу семью. Не думайте, что она никуда от вас не денется. Не нужно думать. Никуда она не убежит. Все равно будет моей. Можно сказать раз, сказал раз, люблю. А если передумаю, то сообщу ей. И все. И пускай знает. Пускай будет довольна. Не переставайте вкладывать в свою семью, братья и сестры. Второе. Не переделывайте один другого. Не пытайтесь изменить. Претензии, придирки, ревности, они ни к чему доброму не приводят. Знаете, есть такая ересь. Очень распространенная. Мне кажется, что это более распространенная, чем ересь про то, в какой ипостаси был Иисус на земле, про Его духовную или физическую природу. Это все ереси. Это все ереси, но есть одна ересь, которая засела в головах многих-многих людей. Мы редко обращаем на нее внимание. Это страшная ересь. Ересь заключается в том, я его поменяю. Я ее переделаю. Никто никогда никого не поменяет. Это заблуждение. Выкиньте это из головы. Единственный человек, которого вы можете изменить, это самого себя. И то, давайте будем честными, очень тяжело получается. Очень тяжело. И последнее. Спешите прощать. Не переставайте вкладывать в семью. Не переделайте один другого. И спешите прощать. Не носите эти обиды в себе. Недавно я получил интересное откровение. Если можно, покажите с книги «Бытия», с 29 главы, 20 стих. «И служил Иаков Зарахиль 7 лет. И они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее». И теперь скажите, это было до свадьбы или просто свадьба? До свадьбы. Слушайте, до свадьбы нам сутки кажутся секундами. До свадьбы нам месяцы кажутся минутами. Почему? Потому что он любил ее. А потом пришел день свадьбы. Знаете, что там, как говорят евреи, случился маленький гешефт, говорят евреи. И изменили, подменили невесту. Из 25 стиха. Утром оказалось, что это Лия. Просевается Яков утром и смотрит на него глаза. Он бедный. Испугался. И что делать? Да к тестю. И он сказал, что ты сделал со мной? За что? За что? Вот объясни, за что? А Лаван ему говорит. Не Зарахиль ли я служил? И что говорит ему Лаван? Лаван сказал, в нашем месте так не делай, чтобы младше выдать прежде старше. Окончи неделю этой, потом дадим тебе и эту, и ту за службу, которую ты будешь служить у меня. Еще семь лет других. Яков так и сделал, и окончил неделю этой. И Лаван дал Рахиль дочь свою и ему жену. Вы спросите, в чем откровение? Смотрите, в чем. Мы знаем, что Яков служил за Рахиль семь лет, потом ему подсунули Ли. Ну, что же делать, куда держишь с подводной лодкой уже должен. А потом он работал еще семь лет, и ему дали Рахиль. Я так думал, не очень внимательно считал. А потом я увидел, что нет, он семь лет работал за Рахиль, а потом неделю побыл с Ли, а потом через неделю ему дали Рахиль, но он должен был еще шесть лет работать за нее. И я подумал, работать за свою жену, или за право, чтобы она была твоей женой, или за право, чтобы он был твоим мужем, нужно стараться и работать не только до свадьбы, но точно так же и после свадьбы. Он уже имел ее своей женой. Но, извините, пахал за нее, как папа Карла. Она уже была его женой. Но он должен был отрабатывать. Отрабатывай, отрабатывай, дорогие мои. Давайте не ставить к браку как к должного. Но в момент, когда мы поженились, мы получили аванс. Тебе еще нужно отрабатывать до конца. И нужно стараться. Нужно прикладывать усилия, отрабатывать. А вы спросите, почему он так ценил Рахиль? Ну, знаете, если бы я столько отрабатывал. Вот смотрите, любой предмет, вот, например, этот микрофон, если его каждый день будут целовать, вы знаете, будем целовать. Вот знаете, какой через месяц он не станет дорогим. Если его каждый день будут целовать, и говорить, о, какой прекрасный микрофон. Почему он будет дорогим? Потому что я в него что-то вкладывал. Почему мы перестаем ценить один другим? Потому что мы перестаем вкладывать. Вот если ты будешь шкадывать свою жену? Я вспоминаю, один молодой человек говорил, что я не дам своей жене разъяснить со мной, я в нее столько бабок вложил. Я посмеялся, но подумал, что-то в этом есть. Если ты много вложил, то ты уже смотришь на это иначе. Ты уже это ценишь. Две фотографии хочу вам показать так, чтобы можно было... Вот эта фотография. Ну, это на самом деле две картинки, поставленные рядом. Такая очень неплохая пара. Кстати, вы знаете, кто на этих фотографиях? Не знаете? Он бы на вас обиделся. Это Наполеон Третий. Не торт Наполеон, не перепутайте. Наполеон Третий. Я вспомнил такую штуку, когда человек обращается к врачу, и говорит, вот у меня проблема, я Наполеон. Он говорит, ну, извините, у нас тут в кожной палате, в психиатрической клинике лежит Наполеон. Он говорит, вы, нет, вы не понимаете, у меня хуже проблемы, я торт Наполеон. Наполеон Третий. А рядом с ним его жена. Я не вспомню по памяти, поэтому должен прочитать. Ее звать Евгения, Игнасия, Густина, Портокарера, Этихпата, Платонаса, Демонтихо, Детеба. Давайте называть ее просто Евгения. Женя. В общем, Наполеон Третий и Женя хотели пожениться. И вот он со своей любимой должен создать семью. Любовь была безумной. Она была с не очень богатой семьей, и вся страна была против, что ты, император, не можешь жениться на девушке из несладного рода. Он сказал, забирайте царство, забирайте трон, забирайте усадьбы. Ну, в конце концов, они пошли на какой-то компромисс. Такая любовь, вот ради нее он готов был всем пожертвовать. И у него было 10 замков, у него была масса разной роскоши. Он все был готов отдать ради нее. Но он не знал только одного. У этой дамочки, которую мы так, образно назвали Женей, был очень противный характер. И она начала его доставать буквально с первого дня свадьбы. Она его допекала, допекала, ковыряла его. Она врывалась на задание его кабинета министров. Она публично обговаривала его неудачи. Она просто настолько его допекла, что император, этот красавец, одевался в одежду простолюдина и, имеющий 10 фамильных замков, не знал, где от нее спрятаться. Он шел, просто ходил по улицам Парижа, куда глаза глядели, как нищий. Покажите, пожалуйста, другую фотографию. Ну, тут вы видите такого старшего человека, его вы вряд ли знаете, если его Наполеона не узнал, то этого вы вряд ли знаете. Это Бенджамин Израиль, один из премьер-министров Великобритании, если не ошибаюсь, в 19-м столетии. И его жена. Только для верности нужно было фото показать иначе, потому что они поженились, когда ей было 50, а ему было 35. Ну, вот, надо было немножко поменять. Но факт в том, что Бенджамин Израиль не женился до 35 лет, потому что ему, ну, особенно не хотелось. Знаете, как мужчины говорят, некоторые говорят, я люблю бывать больше на похоронах, чем на свадьбах. Почему на похоронах? Ну, по крайней мере, там не спрашивают, когда будешь следующим ты. А на свадьбе, когда ты придешь, как в старой холостяке, после... После первого потока некоторые братья-холостяки сказали, спасибо, спасибо, пастор, ты дал нам хорошую шутку, чтобы отмазаться. Так вот, этот Израиль, он не женился до 35 лет. Он сказал, я сделал много всяких глупостей в своей жизни, но я не сделал главную глупость, я не женился по любви. Ну, и спросили, как так? Он говорит, ну, так вот, мне было 35, и мне решили, что я женился на женщине, у которой много денег. И она прекрасно понимала, что он женится на ней не по любви, ради ее денег. Она это знала. Но при всем этом, эта женщина, Мэри Энн, она приняла решение, что она так полюбит его, что он спешил домой, чтобы он рвался к ней, чтобы она окутала его теплотой и заботой, чтобы он после всех этих заседаний парламента, после всех этих споров и дебатов, он рвался к ней, но она так его окутала теплотой, что он не по улицам ходил, как Наполеон Третий, но спешил домой. И когда он уже был старше, когда уже, она была его еще старше на 15 лет, вот они сидели, там кресли-качалки, и там огнище в камине, и у них такое было. Мэри, а ты знаешь, что я женился на тебе не по любви, а из-за денег? Это у них такая семейная шутка была, а она отвечала, знаю, Бен, знаю, но если бы ты женился на мне сейчас, ты женился бы уже по любви, да. Слушайте, одни начинали с сумасшедшей любви и довели до катастрофы, другие начали с катастрофы, просто неправильно начали, так нельзя делать, какая-то ж любовь должна быть, но они довели, они доказали это, довели это к нормальному, здоровому состоянию. послушайте, влюбленность, серьезная мысль, влюбленность, это то, что мы не выбираем, у нас внезапно, овела какая-то розовая пелена, какой-то гром сердце ударил, мы посмотрели, что света Божьего нет, кроме него или нее, и все, это от тебя не зависит, это не зависит, ты внезапно ощутил, как говорят медики, гормональный взрыв, и все, что ты видишь, это один человек, а любовь, это решение, оставаться рядом с любимым, когда пелена проходит, когда ты видишь реального человека, с неудачами, страстного рода, плюсами и минусами, и ты принимаешь решение, я уже не ощущаю, ты розовые пелены, уже нет этих вот эмоций, но есть решение, я буду продолжать, любить братья и сестры, я так верю, что мы не хотим развалить наши семьи, поэтому пусть благословит нас Бог, второй вопрос, провокационный, так как у нас месяц благословений, я должен, коснуться этого вопроса, провокационный вопрос, как залезть в финансовые проблемы, как залезть в финансовые проблемы, я вам расскажу, первое, поставь деньги выше Бога, второе, трать больше, чем ты зарабатываешь, и третье, трать больше, чем ты зарабатываешь, и третье, делай как угодно, поставь деньги выше Бога, другими словами, гоняйся с деньгами, пусть твоя работа будет больше твоего служения, ни в коем случае, когда стоит выбор между работой и служением, не выбирай служение, выбирай работу, а кто же тебя кормить будет, а кто твоих детей кормить будет, разве не вот эти самые руки, которыми ты все зарабатываешь, кто про тебя подумает, если ты сам про себя не подумаешь, нужно выбирать работу, деньги, работу, деньги, работу. Мы живем в ней раз, и нужно жить так, чтобы прожить, накопить максимально. И ни в едином сразу не давать деньги на пожертвования. Ты что, ты столько заработал, чтобы кому-то дать, столько работал, Богу надо десятину. Где написано про десятину? Поставь деньги выше Бога, и ты уже стоишь на опасной дороге. Трать больше, чем ты зарабатываешь. Не живи по своему достатку. Зачем? Планируй, подумаешь, там по конвертам деньги распределять. Иди в магазин, я имею деньги, покупаю все, что ты видишь. Ты что, должен считаться крохоборством заниматься? Бери, трать, а если не хватило, может же быть такое, что не хватило, тогда бери долг. Но тебе же нужно жить круче, чем ты имеешь. Ну так бери долг, нужно разницу компенсировать. Бери в долг, бери в долг. Причем, бери в долг, не думай, как ты будешь отдавать. Пусть можешь вертиться, как в том анекдоте. Тебе зачем это надо? Пускай он думает. Что? Бери квид банки, да. И если ты не можешь его отдать, значит банку не повезло. И последнее, делай как-нибудь. Халтуй. Если никто не видит, не старайся. Делай только с подпалки. Вот видит, смотрит, проверяет, делай. А не видит, не делай. Делай так, что просто засчитал. Знаете, как прораб скажет рабочим что-то, стены тонкие это сделаны, не переживай, там еще обои будут. То есть делай некачественно, делай как угодно. Или вообще ничего не делай. Приходи на работу позже, уходь с работы раньше. И не предлагай никаких усилий, ни в каком случае не развивайся, не развивай свои способности. Не учись того, как получается лучше. В результате придет гарантированный результат. Чего бедные? А чего вы беднее? Вот и все. Если хотите иметь финансовые проблемы, давайте посмотрим на обратные принципы. Поставь Бога на первое место. Живи по бюджету. И делай настолько качественно, как только можешь. Я думаю, что вы слышали про израильскую медицину. Кто-то слышал, правильно? Что в Израиле хорошие доктора. Слышали такое? Когда мы были в поездке в Израиль, на прошлой неделе мы спросили нашего экскурсовода, у которого жена работает врачом, почему им так удается сильно поднять медицинские услуги в государстве. Как выяснилось, вступить на медика практически невозможно. Чтобы поступить на медицинский факультет, нужно по 800-бальной шкале. С 800 баллов набрать 750. У них вообще в Израиле очень интересная система. Независимо от специализации, сдают те же самые четыре предмета. На разные специальности те же самые четыре предмета. Только разное количество баллов необходимо набрать. Иврит, английский, математика и логика. Чтобы стать юристом, надо 720. А чтобы стать медиком, 750. А чтобы набрать 750 баллов, а наш скорсовод говорит, что это чудо должно случиться, чтобы ты столько набрал. Тебе ставят перед комиссией очень уважаемых людей, и они проверяют твою готовность. Ты поступил уже, сдал экзамен, но они скажут, ну, ты не готов, у тебя... Ты эмоционально нестабил, ты психологично не готов. Но если ты уже поступил, я учился 6 лет, и как вы думаете, ты стоишь доктором, правильно? Нетушки. Еще интернатура. Знаете, сколько интернатура? Когда ты в больнице принеси, подай такой младший студент, сколько это продолжается? Еще 6 лет. Через 12 лет экзамен. И когда ты его сдал, ты уже врач, но ты еще ничего не можешь. Ты уже называешься доктором, но ты просто, там, допустим, ортопед. Но ты 6 лет еще должен работать над специализацией, углублять специализацию. И только на 18-м году обучения ты станешь только ортопедом кисти или ноги. Это будет означать, что ты знаешь глубоко какую-то часть организма. И что, через 18 лет ты можешь работать? Нет, тебя прикрепляет к какому-то старичку, светилу профессору, и ты будешь ходить за ним на шнурочке привязанном, и он будет тебя тренировать. И после того, как ты еще 6 лет вытерпишь его, на 24-м году ты сдашь еще один экзамен. Если ты его сдал, тогда ты будешь врачом, который будет консультировать людей и принимать их на приеме. Я думаю, ничего себе. Я смотрю на израильскую медицину и думаю, ничего себе. Послушайте, 24 года, и ты 24 года, точнее, ты получаешь 36 шекелей в час. Это самая маленькая зарплата в Израиле. Но если ты продержался эти годы, то тебе будут платить тысячу с чем-то шекелей в час, потому что ты продержался. И вопрос, а почему нет? Почему богаты? Потому что подбор кадров, и в результате хвалена израильская медицина. Еще одна фотка, раз начался показывать фотографии сегодня, давайте посмотрим на этого человека. Возможно, услышали его имя и его звать Адди Даслер, сокращенно Адди Дас. Это основатель этой фирмы. Его главным изобретением было то, что он придумал вкручивать кроссовки или спортивные обувь шипы. Он очень неоднозначный человек был, но в одном из него можно взять пример. Он был фанатом качества. Да, ему было 67 лет, он спокойно мог почивать на лаврах. Но ему было 67 лет, он смотрел Олимпийские игры, чтобы проследить, хорошо ли бегают спортсмены, которые одеты в его обувь. И один раз в Монреальной Канаде кубинский спортсмен начал бежать, немножко искривляя стопу. И через экран он это увидел, через экран он сразу отреагировал, стал звонить, сказал, сделайте что-нибудь. Он сделал что-то неправильно с нашей обувью. И они взяли обувь, и они видели действительно, что он не так вкрутил шип, как нужно, немножко дольше. Он увидел через экран, вы можете себе представить, посвящение качества. Они переобули этого бедолага, сказали, сами трогайте шипы, так мы сделали все, бегай, полный период. И он взял две золотых медали, этот спортсмен. Посвящение, высокое посвящение качеству. И последний пункт, но откровение очень серьезное. Когда я был в Перу и присутствовал на встрече старших пастырей разных стран мира, пасторец Гватамала рассказывал свою историю. У них большая церковь, церковь на 30 тысяч членов. И они строили огромный зал, очень большой зал. И когда они вели это строительство, ну, знаете, что Гватамала не самая богатая страна. И, соответственно, он хотел сделать как можно быстрее и быстрее. И говорит, каждый раз, когда я хотел сделать быстрее, Бог меня немножко притормаживал, останавливал и говорил, делай качественно, делай качественно. И говорит, один раз я не выдержал, я стал Богу задавать эти вопросы. Господи, я понимаю качество, я понимаю, что это нужно, но все же таки. И говорит, один раз я читал местописание, Евангелие от Иоанна. Пожалуйста, включите следующий текст. Знакомое место, Канадидейское. Иоанна, во 12. Всякий человек сперва подает хорошее вино и напьется, когда напьется, подает на худшее. А ты хорошее вино сберег доселе. Так Иисус положил начало чудесам в Кане Галилейской и явил Славу Свою, и верили в Него ученики Его. И пастор говорит, я читаю это место и внезапно задаюсь вопросом, Господи, они, в принципе, уже не были голодные на это время, у них уже не было жажды, уже можно было дать им что угодно. Для чего люди, которые напились, давать наилучшее? Они, может быть, даже не оценят это, поскольку они имеют жажды. Внезапно я почувствовал в сердце тихий, нежный голос. Просто потому, что я по-другому не умею. Бог не умеет делать халтуру. Бог не умеет делать посредственные вещи. И теперь, поймите, братья и сестры, мы часто думаем, что Бог будет благословлять нас, что мы верующие. Но то, что мы верующие, дает тебе спасение. А благословение в материальной сфере будет тогда, когда ты будешь делать максимально, как только ты можешь. Ты можешь быть неверующим, который будет делать качественно, и он будет богаче, чем христианин. А ты можешь быть верующим и делать халтуру, и Бог тебя не может благословить. Почему? Потому что он есть свет, потому что он есть свет, в котором нет никакой тьмы. Он не может благословить халтуру, потому что это противоречит его природе, своей природе. Он есть идеал, совершенство. Ну как совершенный Бог будет благословлять то, что не годится даже людям? Он не сможет это благословить. Заметьте, Христос положил начало чудесам в Кане Галилейской. Это было начало чудесам. И я получил откровение. Начало чудес. Чего начинаются чудеса Иисуса? Того, что ты делаешь максимально качественно. Вот когда ты со своей стороны сделаешь максимально качественно, вот тогда это будет чудо. Когда ты со своей стороны не постарался, не приложил максимального усилия со своей стороны, не надеялся, что Бог будет делать чудеса. Братья и сестры, неделю назад, на годовщину мы увидели наибольшее покаяние у людей, когда мы только видели. Правда? Я не видел еще такого покаяния. Но я вам скажу, что я и не видел еще такое высокое организм служения раньше. Качество, оно привлекает природу Бога, сутность Бога. Бог любит, когда люди делают на самом наилучшем образом. И последнее. Как отступить от Бога? Ну, ты уже загнул, ты будешь рассказывать, как от Бога отступить. Кто-то может сидеть и думать, да я сам знаю как. Я еще тебе могу рассказать. Братья и сестры, я не пробовал. Но работают таким образом. Первое. Как отступить от Бога? Не проводи время с Богом. Просто не молись, не читай Библию. Или молись, когда уже припечет. Читай Библию, когда уже есть настроение. Ну, нет настроения, ничего страшного. Полежит книжка на столе, покроется пыль, все нормально. Не проводи время с Богом, и твои отношения с Богом начнут заслабевать. Не проводи время с христианами. Пропускай домашнюю церковь, пропускай служение. Если есть возможность быть в церкви, а у тебя есть другое дело, выбирай что-то другое. Если есть возможность повысить неверующие компании, лучше проводить время с неверующими. А идеальный вариант вообще женись на неверующих или выйдет замуж за... Неверующего. Сто процентов ты отступишь от Бога. Ну раз гуляй, то гуляй. Полная программа. Сто процентов. Скатишься вниз. Оправдывай маленькие грешки. Третье. И когда ты перестанешь молиться, читать Библию, перестанешь ценить церковь, ты увидишь, что не такие эти же грешки. И грешки. Решать их не замечаешь. В конце концов, есть в церкви люди, которые намного больше грешат, и никто не замечает. И хуже там делает. Ты начнешь обвинять других, оправдывать себя. И когда я уже слышал такие разговоры, я понимаю, что уже человек докатился до третьей ступени. Оправдывать себя, обвиняя других. Но если ты хочешь отступать от Бога, пожалуйста, широкая дорога. Но знай, чем все это закончится. Ты перестанешь читать Библию и пропустив служение. Это маленький шаг, но это уже шаг неверного направления. Ну как сберечь свои отношения с Богом? Следующий слайд. Ежедневно молись и читай Библию. Цени церковь. Цени церковь. И третье. Борись с грехом еще на ранней стадии. Группа прославления. Можете подняться. На сцену. А я хочу задать всем нам вопрос. Был ли в вашей жизни время, когда Бог был ближе к вам, чем сейчас? Был ли такой момент, когда вы были ближе к Богу, чем сейчас? Вот честно, задайте себе этот вопрос. Если это было, и вы были с Богом ближе, чем сейчас, как вы думаете, кто от кого отдалился? Это Бог отдалился от вас? Или вы, возможно, немаленькими шагами отдалились от Него? Я показывал сегодня фотографии императора, премьер-министра, бизнесмена. Хочу показать еще одну фотографию. На первый взгляд невыдающийся человек. Но я вам скажу, что для меня этот человек стоит выше помянутой Хасиб. Это фотография нашей сестры Наташи Яценко. Она, кстати, пела в группе прославления в хоре, который у меня сейчас устраивается за спиной. Возможно, вы ее видели и знали в лицо. Три недели назад она отошла в вечность. Все это время, пока она пела, когда могла на трех потоках, когда не могла, только на одном потоке поднималась, она все время боролась со страшной болезнью, со тяжелой стадией рака. И хотя сейчас она в вечность, я могу с уверенностью сказать, победил не рак, победил Христос. За неделю до похорон, это был как раз вторник. Я почувствовал, мне сказали родные, что она очень жалеет, что не может прийти на разбор слова во вторник. Я подумал, она не может прийти на разбор слова. Я не знал, сколько еще отмеренной жизни. Думаю, ну пусть разбор слова придет к ней. Я приехал к ней, был у нее, общался. Я вам скажу, братья и сестры, она уже лежала в хосписе. Она получала в сутки 12 порций морфия. Она не знала, что это дорога в один конец. Она улыбалась, она не знала, что она в хосписе. Она так радовалась, усмехалась. Когда мы начали говорить, я начал говорить, вы такая молодец, вы так держитесь. Она говорит, ну какая же я молодец. Она говорит, я просто знаю, со мной здесь Иисус. Она раздавала эти браслетики медсестрам, она говорила всем, идите к Иисусу, все, что не случится я с Иисусом. Знаете, что меня впечатлило? Она говорит, мне тяжело держать Библию, а ее же рак уже поразил хребет, и у нее не могли руки нормально работать. Я поднимаю Библию, она выпадает с рук. Я хочу столько, сколько смогу читать ее сама. Мне родные говорят, дай я почитаю. Я говорю, если ты будешь не читать, я не смогу. Сделать паузу там, где нужно и поразмышлять. Так я могу почитать, подумать. Рука дрожала, она записывала местописания, которые были для нее откровением. Братья и сестры. Человек держит, можно нарекать. И когда я вышел оттуда, бывают такие случаи, когда ты посетил кого-то, а бывает, что ты кому-то пришел, а кому-то посетили тебя. Я сказал, Бог, как мало мы ценим то, что мы имеем, как мало мы ценим церковь, как мало мы ценим слово, как мало мы ценим молитву. Человек, который уже при смерти фактически, она остается победителем. Потому что ты ее знаешь, она и с тобой близко, близко. Я хочу, чтобы мы могли сейчас подняться, братья и сестры. Послушайте, я уверен, что никто не хочет из нас разрушить свою семью. Никто из нас не хочет залезть в финансовые проблемы. Никто из нас не хочет отступить от Бога. Если честно, мы не хотим же этого. Но моя задача сегодня — попредупредить вас. Есть дорога, на которую вы можете встать и не заметить, как ты уже окажешься внизу. И моя молитва сегодня проста. Если ты встал на эту дорогу хотя бы на один сантиметр, я хочу просить Бога сегодня, чтобы Он дал тебе силу остановиться. И не твоей силой, а силой Господней, чтобы Бог развернул тебя. Я хочу молиться за семьи, которые уже тупили на эту дорогу. Ссоры, скандалы, разборки. Я хочу молиться за людей, которые живут без бюджета, которые живут надеясь на себя, которые, возможно, уже залезли в какие-то проблемы или некачественно работают. Я хочу молиться за людей, которые уже перестали читать Библию, чтобы они обновили свои отношения с Богом. За тех, кто перестал молиться. Или она стала сухой, рутиной. Давайте помолимся вместе. Господь Иисус, мы просим Твое имя, милости. Мы люди, Боже, мы несовершенны. У нас есть много неудач, ошибок. Но Иисус, наибольшее, на что мы надеемся, это Ты. Это Ты, Господь наших семей, наших финансов. Ты, Господь нашей духовной жизни. И мы сегодня молимся, Бог, Царь наш, Спаситель наш, благослови, благослови и помилуй нас, наши семьи, наше материальное состояние положения, наши отношения с Тобой. Мы просим, Господи, за каждую семью, которая хоть немного стала на этот путь. Господи, возможно, кто-то стал уже ссориться, кто-то стал конфликтовать, выставлять претензии, обижаться, думать неправильные мысли, говорить необдуманные слова. Господи, прости сегодня и помоги нам ценить нашу семью, вспомнить наши обещания, венчания, наше начало. Господи, мы просим за это. Мы молимся за тех людей, которые поставили финансы на первое место, даже не осознавая это. Мы просим за тех людей, которые, Господи, допустили беспорядок в финансах, в долги залезли. А возможно, Господи, кто-то не развивается, как специалист. Прости, Господи, за это. Ты не так, как ты этого хотел. Дай, Боже, мудрости, решительности, смирения, принять этот укор не от меня, но от Духа Святого, и поменяться, Господи. И мы просим, Господи, также во имя Иисуса Христа, за тех людей, чья молитва охлаждела, чья духовная жизнь стала рутиной. Мы просим за тех, для кого слово перестало быть свежим хлебом. Мы молимся, Отец, в этих людях. Возможно, кто-то перестал ценить церковь, возможно, кто-то вступил на путь маленьких грехов. Обнови нас, Господи, прости нас, поверни нас. Мы молимся про это во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа, Сына Божьего. Во имя Иисуса. Аминь. И моя молитва еще за тех людей, которые, возможно, пришли к нам в церковь первый раз. Возможно, вы пришли не первый раз, но вы еще не каялись перед Богом. Или, возможно, вы каялись, но отступили от Бога. Друзья, я хочу сказать вам сегодня то, что я читал вам с самого начала. Бог дал нам свободу. Веселись, живи, греши даже, но знай, каждый грех имеет цену. И так как Бог видит, что эту цену нам платить очень тяжело. Грехи приводят к страданиям, проблемам, проклятиям. Есть грехи маленькие, великие. Курение – грех, алкоголь – грех, плохие мысли – грех. Разные грехи. Но Бог видит, что цена слишком велика. Он послал на эту землю своего сына Иисуса Христа. Иисус платит за нас, чтобы простить нас. Где бы ты ни был сейчас в этом зале, если ты хочешь покаяться перед Богом, я хочу пригласить сюда для этой молитвы. Это твое решение, это твой шаг, это твой знак навстречу Богу. Я хочу попросить прощения для тебя. Где бы ты ни был, на балконе, под балконом, может быть, в малом зале, если ты чувствуешь в своем сердце это желание очиститься от грехов, освободить свою душу, облегчить свою стоимость. Иди сюда во имя Иисуса Христа. Иди сейчас к Иисусу Христу. Иди к Господу, Господи, где бы ты ни был, на балконе, под балконом. Проходите, проходите, пожалуйста. Проходите, идите к Иисусу. Это Иисус стучит в ваше сердце. Это Иисус стучит в вашу душу. Это Он умер за ваши грехи. Больше никто не может простить ваши грехи. Больше никто не сможет вам помочь. Доктора могут помочь телу, но душу прощает только Иисус. Идите к Иисусу. Кто-то еще проходит. Проходите, пожалуйста. Не колебьтесь, не сомневайтесь. Я знаю, что многие из вас чувствуют в середине сердца этот тихий голос. Это тебе дается шанс. Это твой шанс. Иди ко мне, это говорит тебе Иисус. Иди ко мне. Возможно, кто-то еще проходит. Друзья, идите. Сейчас будем молиться. Во время молитвы можете также подойти, обратиться к Богу. Бог все еще ждет вас. Бог дает вам шанс. Идите к Иисусу. Идите к Иисусу Христу. Идите к Господу Иисусу Христу. Идите к Иисусу Христу. Идите к Иисусу Христу. Это ваши выборы, ваши решения. Идите к Иисусу Христу. Давайте мы приветствуем те, кто проходит. Слава Богу. Слава Богу. Проходите, пожалуйста. Друзья, кто пришел, давайте мы закроем глаза и повторим эту молитву вместе со мной От всего своего сердца Небесный Отец, я каюсь в своих грехах Я прошу, прости меня Очисти мои грехи Очисти мою совесть Измени мою жизнь Я отдаю свою жизнь тебе И признаю Иисуса Христа своим Господом и своим Спасителем Я молился во имя Иисуса Аминь Помолимся за вас, Господи, я прошу за каждого человека, который покаялся Я прошу Твое ощущение, прощение и Твое благословение в их жизни, в их судьбу Береги их в своих руках, держи их, благословляй Мы веряем их тебе во имя Иисуса, Господа Иисуса Аминь Эти аплодисменты для вас, мы приветствуем вас, хотим сделать вам небольшие подарки Поэтому останьте с ним минутку, мы хотим вам дать маленькие сюрпризы, подарки Наша молитва за вечерю Господню, за предчастие Давайте помолимся, чтобы сегодня ее принять Эту чашу, этот хлеб, как тело и кровь нашего Господа Иисуса Христа Мы благословляем сегодня, Господь, этот хлеб и эти чаши Мы благословляем их, как прообраз Твоей крови и Твоего тела Как прообраз Твоей смерти и Твоего воскресения Как жизнь Твою, которая может войти в нашу середину нас и благословить нас Боже, да пославится на Твое имя и дай нам принять Это я знаю, что мы причащаемся при Тебе Присоединяйся к Тебе во имя Иисуса Христа Аминь Братья могут разломать хлеб Мы можем готовить наше сердце, чтобы прикоснуться к вечере Господней Братья и сердце Бог дал нам свободу выбора Бог дал нам право выбирать Еще в Адамском саду Бог дал Адаму эту особенность И она у нас есть сегодня Но, к сожалению, мы пользуемся этим выбором неправильно Мы делаем неверные решения И Адам согрешил в каждой сфере, о которой мы сегодня говорим Адам согрешил в семье Когда Адам увидел, что женщина сделала неправильно Он поддался этому и, в конце концов, обвинил свою жену Кто виноват? Жена, которую ты дал мне Это она виновата И знаете, чем это ознакомилось? Адам предал свою жену Но когда Иисус Христос пришел на землю Он выкупил наше право в благословенном сене Но когда Адам предал свою жену То Христос взял вину жены, невесты, умирая на кресте Адам согрешил в материальной сфере Он призвал, назвал на себя проклятие Призвал на себя проклятие В поте лица будешь ест своим хлебом Проклятие труда Братья труда в поте лица Но когда Христос в Гефсимании молился С него тоже тек пот, но это был пот, смешанный с кровью Это было показано, что он искупляет нашу работу Работа не должна быть проклятием Работа не должна быть напрягом Работа должна быть в удовольствие, радость, благословение И Адам согрешил против Бога Он взял с дерева, а Христос Он восстановил отношения с Богом Он умер на дереве Друзья, когда мы сегодня будем прикасаться к вечерям Господней Мы должны понимать, что мы должны принять то, что сделал Христос То, что сделал Адам Отвернись от этого, не возвращайся больше туда Скажи, сегодня я принимаю благословение в Иисусе Сегодня я принимаю благословение в свои финансы Сегодня я принимаю благословение в свои отношениях с Богом Я не в Адаме, я во Христе И прими это во имя Господа Иисуса Христа Можем проходить, принимать Напоминаю, что участь в вечере Господне могут принимать То не на замечание, не исключенные из церкви Это могут быть члены нашей церкви Или члены других церквей, наши гости Проходите, принимайте с верой Принимайте благословение, оплаченное Иисусом Дабы благословит вас Господь Ты оплыл меня в своей крови Ты простил мне все мои грехи Отворил мне дверью в небеса Дал свободу раз и навсегда Свободу от греха Иисус, ты открыл мне путь Где я был, туда я не вернусь За тобой, последую везде Любимый мой, Господь, я в твоей руке Любимый мой, Господь, я в твоей руке Иисус, ты открыл мне путь Где я был, где я был, туда я не вернусь За тобой, последую везде Любимый мой, Господь, я в твоей руке Также мы можем принести перед Господом Наше пожертвование десятины Давайте мы, те, кто принял причастие На своем месте, мы можем взять в свои руки То, что мы приготовили Можем сказать Господь, я почитаю этим Тебя Мы благословляем моими Иисуса Христа Эти финансы, и мы приносим их перед Тобой Мы благословляем, Господь Наше признание того, что Ты первая в нашей жизни Ты выше, чем финансы И наши финансы покоряются Тебе Ты важнее для нас любых материальных благ И десятины почитавания Это символ того, что мы почитаем Тебя Благословляем эти жертвы И благословляем всех, кто почитает Тебя таким образом И мы верим, что благословение будет работать в нас, в наших семьях И благословенные будут служители наши И мы также молимся за нужды, которые находятся в этих записках В этой корзине во имя Иисуса Христа Бог благослови эти нужды Да, ответ на каждую проблему Начни свое исцеление, освобождение Исцеление, спасение На каждую нужду, которая приносится сегодня перед Тобой Бог есть на наш царь И на больше всего, Господь, мы хотим попросить Тебя Принявши жертву Твою Жить в Твоем присутствии, в Твоей победе, Твоей благодати Потому что Ты ее приобрел на кресте для нас С Твоей распахну И возьму любую высоту С Тобой я все смогу Иисус, Ты открыл мне путь Где я был, туда я не вернусь За Тобой по свету любви Любимый мой Господь Я в Твоей руке Иисус, Ты открыл мне путь Где я был, туда я не вернусь За Тобой по свету любви Любимый мой Господь Я в Твоей руке И мы завершим наше служение молитвою Господню Давайте закончим молитвой Господней Молитвой Отче наш Отче наш, сущий на небесах Да светится имя Твое Да прийдет Царство Твое Да будет воля Твоя Как на небе, так и на земле Хлеб наш насущный Подавай нам на каждый день И прости нам долги наши Как и мы прощаем должникам нашим И не веди нас в искушение Но избавь нас от лукавого Ибо Твое есть Царство И Сила И Слава Вовеки Аминь С миром Божьим, братья и сестры Да благословит вас Господь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому